Особое мнение на 101FM И продолжает использовать Я прекрасно помню события 10-летней давности Лежачая забастовка, помните? В марте плюхнулись в снег, лежали Помню заявление Валерия Николаевича о том Что он в защиту владельцев киосков Ларьков прикует себя наручниками И не даст И было такое Помните, это было распоряжение администрации В трехмесячный срок снести все абсолютно ларьки Тогда еще это ограничение вступало В силу запрете продажи пенного напитка В киосках Вот такие методы в 2023 году Они уже устарели, уже ни к чему к ним прибегать Сейчас мы с вами будем о новых правилах говорить К размещению киосков Но если говорить о том Должны ли сопротивляться предприниматели Явно выраженным элементом беспредела По отношению к ним То я убежден, что да И если вы помните Мы в свое время даже делали похороны Малого бизнеса, там гроб И насилие около администрации Ну такая одна из самых ярких акций Да, такая шоковая была ситуация Вот, и перекрывали входы в городскую администрацию Ну тогда надо было обозначить Что действительно просто тупо приходили, сносили и все А ведь мы обосновывали эти методы борьбы На мой взгляд, достаточно на объективных основах Потому что заключались, как положено по закону, договора Они носили бессрочный характер Ставились социальные задачи Перед малым бизнесом Которые должны были выполнять Как дополнительные условия Обременения, ведения бизнеса Это и дворники Это и уборка территорий Это и зеленые насаждения Да, да, да Ну то есть достаточно серьезную работу выполнял Тогда малый бизнес в этом отношении И почему, скажем, выполняя в данном плане все условия договора Вдруг происходили вот такие события Когда кто-то шашкой махнул Сказал, они нам не нужны Тогда действительно мы от переговоров Переходили к достаточно радикальным методам борьбы И это было оправдано Потому что в конечном счете делалось отступного Садились за стол переговоров Принимались положения, о которых мы сегодня должны говорить Нам заверяли, что они будут носить устойчивый характер Ну не менее там пяти лет Ну чтобы какую-то обозримую перспективу Конечно, ну бизнес же он вкладывает Если говорить о том, что сколько стоит киоск Это около миллиона рублей надо вложить А, в его создание Плюс накопление оборотных средств Для того, чтобы можно торговать было продуктами питания И чем необходимо было Если вы помните, мы тогда даже еще дифференциацию вводили Замыкать пытались малый бизнес на фермерские хозяйства На местные продукты Да, на местные продукты, совершенно правильно И тем самым говорили о том, что это элемент продовольственной безопасности Другое дело, среди малых предпринимателей масса была людей Которые нарушали правила Ну это индивидуальным правом Ну я имею в виду, нарушали правила торговли Ну это индивидуальном порядке Есть механизмы, которыми им нужно было решать вопросы Но что происходило потом? Заключали вот такое вот мировое соглашение на пять лет Потом вытаскивала администрация города Частных каких-то предпринимателей Отдельные элементы, где нарушения имели место И говорят, вот это все плохо И в результате на всех переносили И опять начинались Опять начинали Долбить, извините Да-да-да, та же самая история Начинали сносить и так далее Я вот вспоминаю, когда Глушков возглавил Минпромторг Кировской области в прошлом году Дмитрий Александрович Да, Дмитрий Александрович Он сейчас уже не работает Да-да-да Тогда собирали малых предпринимателей и говорили Да нет, все, мы решим и так далее И вставали представители малого бизнеса и говорили Да, вот есть надежда, что все у нас застабилизируется и так далее Но, к сожалению, вот этой стабильной ситуации не наступило Более того, если вы помните Одним из условий, которые выдавали предпринимателям Кто снесет самостоятельно НТО Нестационарно-торговые объекты И говорили, мы вам предоставим возможность Войти в стационарные условия в аренду помещений Но мы знаем, чем закончилась и эта история Когда начали опять долбать и разрывать соответствующие договоры Аренды и появляли все новые и новые условия Которые не давали возможности работать малому бизнесу Я здесь у этой истории вижу два момента Один фундаментальный момент Это то, что малый бизнес в нестационарных торговых объектах Он все же берет достаточно серьезные объемы товарооборота Люди голосуют рублем, да? По-прежнему продолжают пользоваться товарами Продолжают пользоваться люди И по нашим подсчетам Я нынешние подсчеты не делал Но думаю, что они ненамного отличаются от того, что было раньше Было 12% общего товарооборота шло через НТО С учетом рынка С учетом рынка центрального Но мы знаем дальше, какая история была вокруг центрального рынка И так далее Мы вынуждены были создавать профсоюз малого бизнеса Октябрьский рынок мы в конечном счете потеряли на сегодняшний день Его практически нет Есть несколько точек НТО Но по объемам оборота Вот сейчас слушайтесь, пожалуйста Я не один раз об этом говорил Что вот эти 10-12% товарооборота Они составляют около 4 миллиардов рублей Для города Кир Это примерно 4-я часть бюджета городского примерно, наверное, да? При этом общий товарооборот Он составляет около 40 миллиардов по городу Кирову Вы понимаете, в каких объемах идет? И отсюда вот эта первая проблема Она и заключается экономического характера В том, что с учетом введения СВО, да? Санкции и так далее Товарный оборот в крупном бизнесе Он существенно упал И изменились приоритеты в приобретении товаров В крупных супермаркетах То в данном отношении там объемы резко упали Вот это вот сетевой бизнес Это объективная картина Да, это объективная картина И мы же понимаем, рынок есть рынок Необходимо сохранить обороты Для того, чтобы крупные супермаркеты И сетевые магазины могли существовать И вы же видите, что Магнит Он вынужден был сегодня изменить собственника Они изменили на сегодняшний день И стратегию своего поведения на рынке В отличие от Пятерочки Пятерочка тоже внесла соответствующие модернизации В свою стратегию введения За счет чего можно увеличить товарооборот Политически и экономически получается Чем-то дополнять еще не знаю НТО ликвидировали И следовательно, куда пойдут люди? Они пойдут в супермаркеты Да, они пойдут в магазины Для того, чтобы приобретать ту продукцию Которую они в шаговой доступности обеспечили Часть из НТО Мы не говорим сегодня, это хорошие объекты или плохие Мы говорим о стратегическом элементе Как о части концепции торговой Да, больше того, СВО-то она обозначила Очень серьезную проблему Что продовольственная безопасность Каждого населенного пункта Она определяется теперь наличием НТО Вот о чем идет речь Если, скажем, грохнется пятерочка или магнит Где мы будем приобретать продукцию Покупать самые необходимые продукты Конечно, ну конечно То есть это речь о резервировании вот этой безопасности Поэтому вот в стратегическом плане, на мой взгляд Вот эта вот проблема, которая связана с санкциями, с различными вопросами Ну, вы слышали недавно, да, хлебопеки, чего заявили? Что мы отказываемся выпускать ржаную продукцию Потому что ржи нету в России Тут же Министерство сельского хозяйства отвечает Да нет, мы на 20% увеличили количество пассивных ржей И урожайность повысилась Как-то нет, да Вопрос, а почему же хлебопеки говорят, что мы отказываемся У нас нет сырья Вы понимаете, не все нормально в нашем государстве Поэтому решать проблему вот этой вот безопасности Это могли только технологические цепочки Связанные, а, с местным товаропроизводителем И с нестационарной торговлей, которая обеспечивает Минимальный прожиточный минимум вот этих вот вопросов Гарантированный Не завязываясь на крупную, серьезную политику Поэтому вот эта вот первая вещь Которая, в общем-то, говорит о том, что О чем бы сегодня не договаривались Малый бизнес с местными властями В любом случае появится целесообразность О их ущемлении, уменьшении и так далее То есть гарантия Ведь город, он должен, заключая подобные документы Он должен дать гарантию, что правила игры не будут изменены Ну, хотя бы лет на пять, на семь Но в администрации говорят, что мы любим НТОшников Мы храним, дорожим ими Пусть они живут, развиваются Ну, в этом отношении вектор стратегический Он, конечно, по настроению со стороны города изменился И я вот сейчас, опять же, на той же встрече с Глушковым Где обозначалось, что проблем вроде бы нет, да Я подходил и к нынешнему главе города И говорил, так что у нас будет Потому что тут же параллельно Когда было заявлено, что нет проблем И НТО мы любим, да И будем обязательно с ними решать вопросы Но при этом параллельно происходили сносы Продолжались сносы через судебные процедуры Массовых объектов Ну, подождите, там, наверное, вопросы Там охранных зон возникали еще Когда на теплосетях или в Брисе Да, ну, они же были-то Не случайно там же появились эти объекты Которые начали сносить Ну, вот знаменитый тот же самый Мамедов, да Который вот сейчас стеклянные объекты Стоят около, на площади Конева Ведь по суду их должны снести А хотя они по архитектурным составляющим По комплексу Они не, нельзя сказать, что они Ну, нарушают вот этот комплекс и ансамбль Вписываются, в общем-то, да Они вписываются, причем Ну, я был за границей Я видел, что это уникальные такие комплексы В Бельгии, там, в Соединенных Штатах В Австрии Они везде Не говоря уже о Бразилии, да Ну, Бразилия это своеобразная страна К сожалению, не в курсе, что там В Рио-де-Жанейро происходит Вот, я как раз о Рио-де-Жанейро и говорю Я там был в командировке Ну, в служебной На выставке мы были Опять же, на биоформе Но я же тут глаза-то не потерял Я это вижу Я же вижу, как развиваются Блошиные рынки в том же Нью-Йорке Казалось бы, вот он, Уолл-стрит И тут же через один квартал Начинаются блошиные рынки Там это все сделано цивилизованно С гарантиями Или я иду В субботу Пятая авеню в Нью-Йорке А она полностью отдана Под малый бизнес Где палатки, торговля идет То есть предоставляется возможность И по графику идет Сегодня пятая авеню Завтра шестой авеню Седьмой авеню Ну, это центральные три улицы Которые идут Вплоть до тринадцатой авеню До набережной на Гольфстриме Но извините, ребята Это система, да Где малый бизнес Он четко понимает, что в нем заинтересованы И они будут существовать И им предоставляется возможность Они к этому готовятся, делают И так далее Поэтому я не раз приводил эти примеры Но почему у нас отсутствует стратегия В развитии этого вопроса Вот А там есть, да И я не один раз говорил Ну, хорошо, мы сегодня заключим Какие-то соглашения Но в отсутствии стратегии Дальше появится Ну, чрезвычайная необходимость Что-то сделать Как вы сказали Охранные зоны появятся Еще что-то появится И так далее И тому подобное Но стратегия Она должна предусматривать Еще одну вещь Это не схема размещения Это не схема Это куда более Концептуальная Конечно Конечно Схема размещения Это что? Да, действительно Необходим Есть федеральный закон Который говорит Что там на количество жителей Столько-то должно Нестационарных объектов При этом должны быть По продуктам Питания По бокалей Столько-то процентов По овощам Столько-то Отчудовки То есть это чистое Номинальное исполнение Закона Но мы с вами знаем Что закон можно По-разному трактовать И вот предыдущий закон Там, когда мы еще Активно работали На этом направлении Там было сказано Минимальная площадь Которые должны быть На соответствующие Количественности Минимальная А что сделала Наша городская администрация? Она сказала А вот этот уровень Он превышается Поэтому Необходимо ликвидировать Физически просто Да То есть Перевернута На 180 градусов Сама понятийная Сущность закона И Если отсутствует Стратегия То где гарантия Что в какой-то момент Не появится Еще один Быков Или еще кто-то Был у нас Уважаемый мной Перескоков Да Александр Викторович Да Я с ним В дружеских отношениях До сегодняшнего дня Ну поступили Соответствующие указания Установки И все Пошло Ну вот это Да вот Валерий Николаевич Вот это Сейчас вот новая Да Это система взаимоотношений Предпринимателей Владельцев НТВО И городских чиновников Эти поправки В правилах внешнего благоустройства Насколько это На ваш взгляд Устойчивая сейчас Эта концепция И Где гарантия Что ветер Опять не подует В другую сторону И опять начнется Нашествие Сидели Тогда Ковалевы Еще тогда Помню От Глобуса Косулин Сидел Валерий Николаевич Имеет ввиду Нашу студию Да Я показываю На стуле Где как раз Сидели тогда И мы этот вопрос Ну дай бог мне памяти Года 3 или 4 назад Опять же поднимали В этом русле Тогда конкретизировался Вопрос И говорили О НТО Которое находится На придомовых территориях И мы говорили Ну ребята Причем тут город Если придомовая территория Выдает И если вы предписание Делаете За неправильно Организованную Там Нестационарную торговлю То Претензии Вы не торговые точки Должны выставлять А претензии Кому Дому Собственникам Да Собственникам Этой территории И я же тогда Говорил Елене Васильевне Абсолютно уважаемым Человеком Мы в дружеских Тоже отношениях Но я ей тогда говорил Елена Васильевна Дорогая моя А вы скажите Пожалуйста Ради слушателей Арендуется Земельный участок Или торговое место И вот здесь Начинался вопрос Потому что Если арендовать Земельный участок Для того Чтобы стратегически Нам выстраивать Правильную систему отношений Должны отводиться Земельные участки В соответствии С земельным законодательством И тогда Предприниматель Чувствует Свою защищенность Закреплен за ним Земельный участок За который он платит Арендную плату А у нас чего? У нас воздушная Пространство Не земельный участок Некое какое-то Абстрактное Торговое место И в результате Он абсолютно Не защищен Следовательно Я делаю вывод Вот эти вот Документы Которые сегодня Надежные Мы гарантируем И так далее Но они Юридически Не подкреплены И не обеспечивают Гарантии Для кого? Для вот этих Предпринимателей Которые пытаются Заниматься торговлей Принципиальнейший вопрос Решите его Но это Муторные вопросы Другое дело Что Вот так По желанию По воле кого-то По щелчку пальцев Расправиться уже С предпринимателем Практически будет Невозможно За ним будет Закреплен земельный Участв Введение Типовых НТО Возможность Индивидуальные Какие-то Особенности Предусматривать Это на ваш взгляд Закономерное Такое развитие Этой темы Давно пора Нужно было Если вы помните Мы в свое время Предлагали Некие Уникальные Проекты Связанные с тем Что Ассоциация Защиты Прав малого Бизнеса Готова Взять на себя Функцию Разработки Универсального Проекта Вот этих С учетом Художественных Архитектурных Значимостей Для города Разработать Типовой проект И осуществлять Его изготовление Централизованно Брать соответствующий Кредит В Хлынов банки Мы тогда Договаривались Да И строить Ассоциация Будет Которая Будет Выдавать Это В аренду Предпринимателям И мы Для этого Создавали Тогда Профсоюз Собственник В этих Объектах Становился Профсоюз Он обеспечивал Рабочие Места Вот как Мы строили Эту работу Ну понимаю Единая система Да Единая система Завязанная На социальные Аспекты На социальные Запросы На требования Города На современные Тенденции И мы готовы Были это все Сделать Централизованно При этом Мы говорили Что да Существует Срок окупаемости Этого объекта Когда можно Вести речь О замене Его с Изменившимися Какими-то условиями Тенденциями И так далее То есть Вводить мы Предлагали это В некую систему Ну закончилось Вы знаете чем Это 200 с лишним судов Мы защищали Предпринимателей В год 200 с лишним судов Ну где-то 10 процентов Мы выиграли Отставили А остальных Просто ликвидировали Вот о чем идет речь Я правильно понимаю Что сфера НТО В нашем городе В настоящее время Ну это такая вот Структура Она давно уже устоялась Я имею ввиду С точки зрения Предпринимателей То есть Новичков в этом бизнесе Наверное мало 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 То есть это люди Которые уже Десятилетиями Да Уже этим занимаются Ну не только Есть и новички Прошли сквозь огонь Воды и медные трубы Он очень рисковый Он сравним по сути С венчурным бизнесом Потому что Очень много неизвестных Очень много вводных Водных неизвестных Ну рисков Рисков Очень много рисков Там еще один Дискуссионный момент Как быть В исторической части Города Киевские ларьки Должны ли они Быть иными Какими-то особенными Вот на ваш взгляд Тут как следует Поступать Мы эту тему Тоже поднимали Более того Ведь если вы вспомните Опять же историю То на первом этапе Вообще запрещалось НТО В центральной части Табу строгая Да-да-да То есть были введены Границы Дума проголосовала И так далее Но мы отстаивали идею Что это неправильно С учетом того Что имеют место Вектора развития Туризма И так далее Ну наверное Совершенно Неадекватно Будут туристы ходить Они не будут Ни сувенирную продукцию Ни булочку Купить Перекусить Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да они ставят нестационарные объекты, которые архитектурно просто напрашиваются. — Стилизованы под старину, наверное, под какую-то штуку. — Да, да. Ну вот, скажем, они меня поселили в гостиницу в замке. То есть замок, а там гостиница. Это действительно вообще шикарнейшим образом. То есть они и в этом замке присутствуют небольшие нестационарные объекты, которые отвечают вот этой исторической сущности данного города. Там Вена или еще какой-то там город находится. То есть это все стратегически увязано с вектором развития территории. Вот о чем идет речь. Это должно отвечать не просто тому же малому бизнесу, а чтобы малый бизнес... Вот откуда у нас появилось столько много НТО? Помните, нет? — Ну, 90-е годы. — Нет, это в 2003 году, когда в бюджете практически копеек города не было. И Киселев выступил и говорит, остановок у нас нету, транспортные проблемы эти, машинки гоняют автобусов, нету, ничего у нас нету, город не убирается. И он предложил идею Киселев, что давайте вот на каждой остановке установим нестационарный объект и обяжем его, чтобы он сделал остановку, — И прибираться будут, чистоту поддерживать. — Прибирался и так далее, да. — Ну, плюс торговли. — И возник тогда вопрос, а город-то что будет от этого иметь с точки зрения дохода? Он говорит, город будет иметь экономию, потому что у нас деньги должны мы выделять на эти вещи, их нету, они возьмут на себя. А сколько же они будут арендную плату? И условно мы говорили тогда, условно рубль. Вот как мы ставили вопрос. Я тогда был депутатом Гордома, я поддержал эту идею, что действительно пусть бизнес возьмет на себя эту социальную проблематику транспортную и снабжение вот этой вот бакалеей, да, населения. — Ну, согласен, на тот момент это грамотное решение было. — Да, это было грамотнейшее решение. А во что оно потом превратилось? В выкачивание денег. И когда я входил в тему создания ассоциации, ведь, ну, сегодня можно об этом в открытом эфире говорить, ведь каждый предприниматель дань давал руководителю территориального управления. И я тогда им сказал, говорю, ребята, вы что, ку-ку? Каждый месяц наличкой возить эти деньги? Я говорю, не возить ни копейки. Ну, нас же задают. Я говорю, вместе ничего не сделать. Вот это был первый конфликт, который, в общем-то, возник в этом отношении. — Нам звукорежиссер подсказывает, что пора прерваться на небольшую рекламу. Валерий Турулла, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Сегодня беседуем с Валерием Николаевичем. Вернемся через полторы минуты. Особое мнение на 101FM. — А вот уже и совсем немного времени у нас с вами на общение Валерия Николаевича остается. Тем еще много заявленных, да, о чем хотелось бы с вами побеседовать. — Не, а можно, Володь, я закончу вот то, что когда я сказал ребятам не платить никакой дани, да? — 20 лет прошло, да, уже? — Да. А это в 2008-2009 году, это было. — А, значит, поменьше, 15 лет. — Да, 15 лет назад. 15 лет назад. То дальше появился миф о том, что эти деньги теперь дают Турулу. И у меня потом искали, разыскивали, как у президента, а где же эти деньги? Ну, несложно было посчитать. Тысячу с лишним объектов входили в ассоциацию, и по 10 тысяч платили дань. А сейчас они сказали так, а ему по тысяче рублей платят, но тысячу сто ежемесячно. Сумасшедшие деньги, где эти деньги, куда он девает? — Мы бы с вами сейчас, наверное, могли бы и не беседовать в этой студии, вы где-нибудь были. — Да, и Быков, и Тададраны, они везде распространяли, что вот ассоциация платит Турулу большие деньги, взятки и так далее. — За покровительство. — Да, да, за покровительство, за крышевание, так скажем. — Обо многом, да, бы еще хотелось поговорить. Но вот, не знаю, тема биотехнологического кластера тоже интересует. Недавно вы встречались с некоторыми руководителями нашего региона, и сейчас будете готовить предложения в социально-экономическую стратегию до 2035 года. У нас всего лишь 6-7 минут. Мы, видимо, какие-то основные моменты должны сейчас только напомнить. — Нет, но я вот, если кто следит за моей страничкой ВКонтакте, я там уже отметил, что вот этот позитив встречи с Сандаловым, Михаилом Анатольевичем, как заместителем председателя правительства, профильно ведущим промышленность и экономический блок, финансово-экономический блок, на наш взгляд, состоялась впервые с новой командой, несколько конструктивная такая встреча, в рамках которой мы доложили о том, что развитие территории, оно связано не с инвестиционными процессами. Это важный момент, и по нём оценивают по инвестиционной привлекательности, оценивают руководство области там наверху, вот, в частности, в аппарате президента, когда рейтинги определяются, то мы сказали, что инвестиционная привлекательность, она будет носить реальное, а не тот формальный характер, который мы наблюдали там при Белых, при Васильеве. Вроде бы инвестор входит, а реально денег не вносит, а последние штаны у нас забирает. Такова ситуация, и анализ это показывает. Если там присутствуют инновационные составляющие, то есть глупо вкладывать деньги в то, что уже есть, а надо вкладывать в развитие того, что есть. В новые. В новые. Это те же самые инвестиции. Но вопрос теперь возникает в другом. А каждый ли готов теперь будет инвестиции вкладывать в инновационные какие-то проекты? Неизвестность, страх, боязнь. Да, боязнь такая. Какая боязнь? Тут абсолютные риски. Но когда эти риски можно ликвидировать? Когда власть, наука и бизнес находятся в единой связке. И вот мы этот вопрос и поднимали. И сказали, что вот это вот развитие тройной спирали и синхронизацию, координацию необходимо ввести в стратегию развития. Но понятное дело, что Михаил Анатольевич тогда определился и сказал, скажите, пожалуйста, а конкретные наработки у нас есть или нет? Я сказал, сумасшедшие наработки, которые не просто, а они являются глобальными, которыми пользуется на сегодняшний день вся страна как минимум. И если скажем по биогазовому оборудованию, мы его рассматриваем не просто как отдельный бизнес, продать этот биогазовый комплекс, а внедрение его в животноводческие комплексы, которые занимаются выращиванием скота, молока, производством молока, и при этом утилизируются отходы... Ну давайте напомним, в чём суть. Отходы жизнедеятельности крупнорогатого скота, они превращаются... Вообще, и птичников, и свинарников, эта тема больная, они превращаются в органические удобрения, замещают химические удобрения, чистое растение, чистое молоко, чистое мясо и так далее. Нам сегодня говорят, что органическое производство очень дорого стоит, и натуральная продукция в несколько раз должна подорожать. Фигня! Неправда! То есть, внедрение этого комплекса снижает себестоимость органической продукции, натуральной, чистой. При этом ещё сопровождается снижение затрат на ветеринарное обеспечение, антибиотиков, потому что используются биопрепараты, пробиотики, то есть микробы вводятся, которые уничтожают патогены и так далее в организме животных. В общем, опять же, без химии. Без химии, без всего, и без дополнительных затрат. То есть экономика-то работает, биогазовый комплекс окупается за 3-4... Честно говоря, Валерий Николаевич, всё хорошо, но мне трудно поверить, что у нас что-то будет дешевле стоить. Мы как-то привыкли к тому, что у нас всё дорожает. Это экономический закон рынка. Он и действует, этот рынок, закон называется «храпевка». Поднявшись цены, они вниз уже не пойдут в рыночных условиях. Но это скажется на инфляционных процессах. Поэтому мы-то идём другим путём. Мы говорим не о повышении цены, они не будут повышаться, если мы начнём снижать себестоимость продукции. Поэтому главная задача инвестиционной привлекательности нашей области и будет заключаться в том, что себестоимость продукции будет снижаться, а при этом прибыль будет что делать? Повеличиваться. При стабильных ценах. Вот смысл. То есть наша задача остановить рост цен, выступить инициатором этого проекта, этого механизма. И у нас есть эти проекты. А что стоит вот этот вот проект, который, скажем, СКБМТ, да, это конструкторское бюро в медицинских технологиях, клапана нашей сердечной. Что происходит? Нонсенс. Мы производим пятого поколения клапана, которых в мире никто не производит. При этом передаём Москву, и Москва по квотам разрешает нам делать операции на нашей же территории. И мы предложили и говорим, а почему нам не создать кардиологический центр Кировской области, как в своё время Филатов делал офтальмолог, да, поточные операции. У нас шесть бригад способны работать в Кирове по данному процессу. Обеспечиваем клапанами, открываем медицинский туризм. А свои, наши больные... Ну, вернее, расширяем медицинский туризм. Расширяем, да. Он у нас есть, но... Да, расширяем. При этом наши люди не ждут годами этой операции по квоте из Москвы. Ну, слушайте, и зарабатываем ещё сумасшедшие деньги, потому что мы монополисты-то в этом вопросе. Ребят, со всего мира будут ехать. Мы задаём тон-то, собственно, да. Что стоит создать этот кардиологический центр? Мы говорим, а где фишка нашей области? Да вот я вам только две фишки. Почему-то биогазовые комплексы закупают все регионы. Вот последний комплекс запускали в Благовещенске, в Амурской области, да. Крупнейший комплекс. Там несколько этих объектов биогазовым оборудованием обеспечено для того, чтобы... Сейчас приглашает Сахалин. На консультации вызывают Марину Анатольевну Фалевскую, инициатора этого проекта. Вызывает Сахалин. Губернатор приглашает. Вы приедете нас, проконсультируйте, как, что, и мы будем торговать, знаете, чем он сказал? Удобрениями. Удобрениями. Мы будем торговать удобрениями. Продавать их Японии будем, Китаю будем продавать. Слушайте, ребята. 30 секунд, да, завершается время нашей беседы. Ну, есть уверенность в том, что в эти моменты будут включены? Да, мы 11 числа выезжаем в Московскую торгово-промышленную палату, где будем позиционировать данный вопрос. Там будет и Соколов, и Сандалов. И попытаемся независимую экспертизу из внешней среды обеспечить для того, чтобы пропозиционировать эти вещи. Спасибо. Ждем новостей. Валерий Турула, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. На сегодня наше общение завершено. Спасибо, Валерий Николаевич. И вам спасибо. До свидания.